Доброе утро! Просыпайтесь вместе с программой «Наше утро», тем более, что в пятницу мы предлагаем вам такой интересный вариант. Не только пара ведущих у вас будет встречать... А пара тройка! А пара тройка, да. Сегодня наш дуэт прекрасно дополняет еще и Николай Антипин, которого многие знают в Челябинской области, но мы решили еще больше его популяризировать, да, и сегодня показать прям... Я понял, в чем заключается наша миссия популяризации Николая Антипина. Спасибо. Вот мы сегодня из досье, кстати, уже заметили, что Николай, вот помимо того, что он историк, да, он активно занимает еще и жизненную позицию, то есть занимается спортом, в саду грядки там какие-то имеются у него. Скажите, с услугами ЖКХ... Да, я тоже знаком. Платите? Насколько активно вы платите? Каждый месяц, каждый месяц, регулярно 1-го числа. Во время пандемии, вот у нас сейчас будет идти тоже разговор, что во время пандемии были небольшие поблажки, да, и был мораторий на то, чтобы... Я не заметил. То есть квитанции приходили исправить? Регулярно. Они приходили, да, но если вдруг кто-то не платит за услуги, то тогда пени не насчитывались. Вот сейчас уже, начиная с января, 1-го января, мораторий снимается и вновь возвращаются штрафные санкции. Насколько они увеличатся и увеличатся ли, об этом мы узнаем. Итак, на связи с нашей студией Елена Жданова, руководитель Уральского информационно-расчетного центра. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, первый вопрос. Все-таки скажите, с какого времени появится в квитанциях строчка пенни? По мораторию на начисление и взыскание пеней с потребителями был отменен с 1 января. Но вы правы, что в квитанциях потребителя это уведет именно в феврале, поскольку именно в феврале мы платим за январь. В прошлом году мораторий был введен для защиты того населения, которому проблематично было оплатить услуги ЖКХ дистанционно, нахладясь на самоизоляции. С нового же года по закону восстанавливается начисление пеней. В квитанциях будет указана в нее встойка заранее непогашенную задолженность. Ну и, конечно, следующий вопрос. При каком все-таки, при какой сумме начисляется пеней? Может быть, какой-то лимит существует? Или количество месяцев здесь? Количество месяцев. Когда начинает начисляться? Вы получаете счет. В нем указаны сроки оплаты. Когда они истекут, у вас есть еще месяц для оплаты без пеней. С 31 дня начинается начисление пеней. За каждый календарный день неустойка будет начислена. Таким образом, пеня за коммунальную услугу будет насчитана за срок задолженности, а не только за сумму долга. А если говорить, например, зависит ли размер пеней от суммы за коммунальные услуги? Например, у одного это тысяча рублей, а у второго две тысячи. То здесь как будет производиться расчет? Процент начисления пеней определяет не только сумма задолженности. Размер пеней будет зависеть, сколько период неоплаты был, а также от ключевой ставки Центробанка, которая действовала на тот период. Из этого можно сделать вывод, что чем больше сумма долга, тем больше будет и период просрочки, тем больше будет начислено пеней. Но как-то вообще можно контролировать, правильно тебе начислили ее или неправильно? Каким образом это можно сделать? Конечно, можно позвонить по телефону в квитанции указанной и уточнить всю информацию в колл-центре. Специалисты обязательно проконсультируют. У меня еще такой вопрос. Бывает такая ситуация, когда ты платишь не всю сумму по твоим ЖКХ-услугам, а ты платишь какую-то часть. То в этой ситуации будет ли насчитываться пеней или нет? Или видят, что идет оплата, но просто не полностью? Дает с поблажки 30 дней, 30 калинарных дней, и только с 31 дня просрочки будет за каждый день начисляться пеня. Пока полностью будет багаж в долг. А можно ли обратиться, допустим, куда-то и написать заявление? Прошу на полгода отсрочить выплату в связи с потерей работы, например. Да, так есть возможность. Поставщики услуг предоставляют ее обычно. Можно написать рассрочки заявления, и будет отложена пеня на полгода. По семейным обстоятельствам или если бы потеряли работу. Если говорить еще за прошлый год, у многих все-таки счета оказались неоплаченными. Вот скажите, наступил 1 января, и 1 февраля уже будут начисляться вот эти вот проценты. Можно ли как-то произвести перерасчет, если люди заплатили не в конце года, а собираются сейчас, в январе, оплатить все свои долги? Или уже пень будут насчитываться? Придется заплатить, да. Придется заплатить, конечно же. То есть все начисление пени будет законодательно закреплено. Рассчитано по ЖК РФ в статье 155. Естественно, все заказательно. То есть 30 дней вы не оплачиваете, можете без пени платить. Дальше будет начисляться за каждый день. Скажите, много вообще должников сейчас в Челябинской области? Должников, конечно же, всегда хватает. Поэтому мы всегда призываем не купить долги, а оплачивая, чтобы он не рос за счет пени. Спасибо вам огромное, что разъяснили какие-то нюансы. Напомним, что с нами на связи была Елена Жданова, руководитель Уральского информационно-расчетного центра. Друзья, как мы поняли из беседы, не нужно копить. Отдавайте все сразу. Давайте, Николай, вы вообще как к эзотерике относитесь, к астрологии, к Тару? Ой, противоречиво. Почему? Да и не верю в это. А вы кто по знаку зодиака? Скорфиво. Значит, проверим. Давайте узнаем. Да, у нас Александра Порыгина сейчас будет представлять свой астрологический прогноз, а Николай Антипин будет сравнивать этот день и ее предсказания, потом поделиться своими впечатлениями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!